Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 16 часов 46 минут, 13.06.2016. Данный ролик будет нестандартным. Да и вообще, если вы обратили внимание, у меня практически основная масса роликов не похожи на друг друга. Дело в том, что творческие люди, а мы все по умолчанию творческие, мы как музыка. Если все будет, как в одних народных напевах, это никуда не годится. Берем какое-нибудь симфоническое произведение, то есть переливаться все должно. Благодарю всех за теплые слова поддержки. Благодарю всех, кто присылает мне финансовую петрымку. Благодарю всех. Значит, дальше что будет в ролике. Хочу вас настроить на максимально серьезный аккорд. По той простой причине, что ролик будет, опять же повторюсь, необычный, но отличный. Я сделаю вступление, а дальше будет минут 20 со мной вести беседу. Он довольно-таки удивительный человек, я рад с ним, что познакомился. Когда ему сообщил, что нашу беседу было бы неплохо выложить бы в интернет, но он отреагировал не совсем положительно. Сообщил, что лучше этого делать не нужно. Ну, я бы максимально попытался убедить, что будет все-таки лучше, если слушатели услышат то, что я услышал. Информация своеобразна. Это уже для такого небольшого круга людей, ну, я не знаю, но может человек 10-12. Хотя я первый свой ролик писал для 10-12 человека, выяснилось, что, как один добрый человек написал, ты не смотри внимания на YouTube, ты даже не представляешь, сколько тебе людей смотрят в интернете на других ресурсах. Ну, это здорово. Что я еще хочу сказать? Надо же серьезную тональность подобрать. Вообще, в планах нашего мирового правительства, которое нас потихоньку уничтожает, следующее, в ближайшие 20-50 лет людей загнать под землю. Сами они останутся на поверхности, а люди именно будут, как рабы там жить, будут жить и добывать полезные ископаемые. Кстати, этим людям, нашим потомкам, тоже дадут знания, когда там будут под землей рождаться новые люди, им будут говорить, что мы все время под землей жили, что солнца нету. Ну, вы же знаете, лучше меня, есть в мире чудные люди, которые думают, что земля маленькая и круглая. Это что же, их же вырастили когда-то и дали эти знания. Так вот, наши потомки, их загонят все под землю, дадут новые знания. Солнца нету, мы живем в тоннеле. Да, через какое-то время, конечно, к ним придут люди и будут говорить, что есть на поверхности мир, что есть на поверхности земля. Их точно так же, этих подземных жителей будут засмеивать, высмеивать. Ну, вы же знаете прекрасно, есть же сейчас чудики, которые уверены, что земля баленькая, кругленькая. Ну, это же потомки вот эти. Мы все потомки вот этих, скажем так, деток, которым дали новые знания. Вот. Поэтому, просто, почему я на позитиве говорю, информация, которую вы услышите, она для людей особо впечатлительных может вызвать сильный резонанс. Поэтому, детей это обязательно убрать от компьютеров. Людей, страдающими психическими расстройствами, это однозначно. А вот те, кто меня любят там негативно в комментариях писать, вы, пожалуйста, оставайтесь. Потому что этот экстрасенс, который со мной беседует, он в отличие от меня, скажем так, ну, как сказать. Дело в том, что фишка-то в чем? Вот многие не понимают, в чем, что такое доброта, что такое святость, путает вещи местами. Вы понимаете, во вселенной все, все закономерно. Если на одной чаше весов плюс, то на другой чаше весов точно такой же минус. Чем человек больше, добрее, тем он в определенные минуты может быть более одержимым или злым, скажем так. То есть, не буду лыха, пока он и тыха. Не может так быть, что, допустим, человек на 100% святка, а на 10% злой. Нет, это божевильные люди. А в основном, вернее, не в основном, как правило, человек, если он чем добрее, тем он может быть и злее. Ну, нам, как бы, это, добро должно быть с кулаками. Добрым людям специально была дана злость для того, чтобы всякую погонь чистить. Наши ж богатыри светлые, они ж это, как, добрые были. Но они ворогов с любовью бомбили. Так вот, мой собеседник, он не то, что злой, он просто будет на определенной волне. Он, кстати, как бы и не планировал. Она у него была для собственных целей настроена. Он, когда со мной общался, он не знал. Свой, чужой. И он ее настроил, но так как он ее настроил и не выключил, то вот эта волна сейчас пойдет на тех, кто любит постить негативные комментарии в мой адрес. Волна очень уникальная. Поэтому все недоброжелатели, которые получают удовольствие от того, что засоряют чат своими, в кавычках, мыслями, оставайтесь. Вы предупреждены. Входить в электробудку запрещено. Поэтому милости просим. Что я хочу еще сказать. Реально будут под землю всех загонять. Вы знаете, как темные проводят специальные ритуалы, своего рода, назовем условно, вуду. То есть вначале происходит такой обряд, а потом этот обряд, если все время его производить, то потом это и в реальный мир перезайдет. Ну и так же и мы, светлые люди, можем производить обряды, гимны нашим богам, предкам, восхвалениям. Наши обряды это пробуждение ближних. Надеюсь, информация будет в ролике в дальнейшем интересная. Все-таки переубедил своего собеседника, что разреши, пожалуйста, выложить. Она будет для небольшого количества людей, ну, человек 10-12. А остальным она будет абсолютно неинтересна. Ну что, максимально сосредоточьтесь и, пожалуйста, изучайте материал, который пойдет далее. Суть такова, что при открытии вот этого тоннеля, там Меркель была, еще какие-то высокопоставленные особые президенты Франции, там люди в вораживых формах, молодые, причем показано, что они идут как зомби. То есть художественный руководитель там сделал такой огромный сценарий, люди идут как зомби. Потом сделан такой большой фон, и они как бы залазят на гору и срываются. Залазят на гору и срываются. Там потом еще козелы, это отпущение, бафомет у них фигурирует, гуляет, бродит. Я когда собрался, поставил все эти факты, вот тогда меня и шокировало конкретно. Я, короче, понял, в чем смысл. Я думал, что это детская игра на самом деле. То есть я думал, ну мы сейчас поиграемся, собственно говоря, да на этом и разойдемся. А вот когда после этого фильм я посмотрел, и еще с учетом текущих последних событий, вот здесь-то меня и осенило, собственно. Знаете, что хотят сделать? Они нарыли под землей огромное количество, то есть я не знаю, там, наверное, все города мира сейчас уже туда можно согнать. Они рыли, рыли, рыли. Они хотят сейчас сделать другую цивилизацию, цивилизацию рабов. То есть и то, что они показывали там на видео, обнаглели совсем, ничего не боятся. Прям все показывают. То есть до того уже бесстрашные, что они знают, что ничего им за это не будет. Они в открытую уже идут. Они, короче, хотят туда, я так понял, молодежь согнать в эти подземные города, а наверху устроить сначала заварушку, типа войны, чтобы, ну, то есть, почистить население, и туда, чтобы молодежь добровольно ушла под землю. Закрыть их там, как в виде этих рабов. А я так понял, а дальше их планы очистить землю для себя. То есть они хотят сами на верхушке жить, вот под солнцем. Я так понял, что они не хотят, как крысы там под землей находиться. А под землю они хотят согнать рабочих. То есть молодых рабочих, которые будут считать, что мир вообще маленький, тесный, что там про сотовую землю, они однозначно ничего знать не будут. Они будут считать, что земля, значит, плоская, и выбраться они оттуда вообще не смогут. И вообще сначала мне это показалось фантастикой, потому что даже в страшном сне это не может присниться. Но когда я еще раз пересмотрел этот фильм, я понял, что я не ошибся. Это реальность, и она меня шокировала. Они, имея огромное количество денег, они совсем оборзели. Они настроили такие планы, я думаю, что может удастся и сорвать эти планы. Но как? Потому что у них сейчас вся власть, у них все возможности. Они в натуре хотят это сделать. Я на самом деле в шоке. А как вот избавиться от рабочих? Я, кстати, могу кое-какими видениями поделиться. Я же в свое время тоже выходил за какие-то рамки. Причем я интересную вещь вам расскажу. У нас есть речной вокзал, такая небольшая возвышенность. И вот я в астрал, когда вышел, я как бы по лестнице зашел, и немножко тоже попел. Так вот, что я вижу? Я там вижу, люди играют в мячик с йети. Йети. То есть я зашел в параллельное измерение, я так понял. То есть где-то в параллельном измерении, причем на несколько метров буквально, ну там буквально на 10 метров выше от земли, не знаю, как это произошло, там реально другое совсем измерение, там люди играют с йети. Там смысл такой, что есть люди на земле, у которых нету реально души. Они демоны, они биороботы. Смысл в том, что у нас здесь, в нашей ячейке, можно так это говорить между нами, все одинаковые. То есть что люди с душой, что люди без души, одно тело имеют. А в других ячейках, например, так делать нельзя. То есть там, если человек когда родился, ты обязательно душу иметь должен. А если ты как бы, ну как собаки вот, кошки-собаки, они там могут воплощаться в форме дети вот этого свежего, снежного человека. Используются они как охрана, как рабочий там. Но они имеют другое обличие. А у нас проблема-то на земле, вот наши ячейки сложились в том, что у нас, они воплощаются в наших же телах. То есть мы не можем отличить по внешнему виду, кто есть кто. И это большая проблема, потому что они, вот эти демонюги, они реально ходят среди нас, они реально нами управляют, они реально забирают у нас энергию. И это на самом деле так. Сейчас, чтобы выбраться из этого рабства, нужно прежде всего самим научиться отличать, кто есть кто. То есть имеют душу или нет. И других научать. Я перед собой эту задачу поставил, других требовать не могу, но я это четко увидел. Что у них-то там все ясно, понятно, и поэтому у них проблем нет. А у нас-то тут ничего не ясно, ничего не понятно совершенно. Кто есть кто? Кто человек, а кто не человек? Вот такая ситуация. Потому что, когда люди увидят этот материал, у них не останется никаких сомнений в том, что я сказал правду. Потому что ясно, объективно, четко и понятно. Потому что со слов они не поймут, что это такое. Ну, я много еще на самом деле что видел. Например, вот я про аноосферу говорил там в нашем диалоге. Так вот, я что хочу сказать. Вот там реально все, вот как вот вы говорите, ну, ты, Вячеслав, там реально все сотовое. Там реально все сотовое. И у каждого человека как бы своя сота. Не просто там земля сотовая. Там у каждого человека своя сота. А вот что касательно измерения 16-го, это кармическое биополе. Там еще интереснее. Вот чтобы, у нас тело, например, предположим, для того мира, оно гигантское. И вот чтобы, например, мышцы, например, активировались, маленькая частичка, она проходит, вот как ты пишешь по сотам, с одной сотой в другую соту, с третьей сотой, активируя миофибриллы вплоть до такой степени. То есть, вот есть измерения, где у нас, получается, вот наше тело спроецировано, а управляет очень маленькая частичка. Она как солнышко там, ну, монады ее можно назвать. Она просто, она очень маленькая, она размер с кончик иглы. Ей его сказка «Смерть Кащей на конце иглы». Откуда? Она из-за того, что кто-то знал устройство вот этой монады. Как угодно можно называть, это здесь никак не повлияет, собственно. Так вот, она по вот этим клеточкам переходит там и возбуждает эти клеточки, она возбуждает мышцы, но только там время течет по-другому. То есть, если у нас проходит день, то там проходит целый год. И поэтому она успевает делать там все быстро. Но у нее размеры совсем другие. То есть, получается, мы-то тут гиганты в сравнении с этой частичкой. То есть, миров много, это на полном деле так. И еще, самая страшная информация заключается в том, что если уж здесь, там все такое огромное, здесь все такое мелкое, у нас, оказывается, нейроны мозга, они вообще 99% оказывается, вообще нам не принадлежат. Они активируются совсем другими существами. Вот это вот самое-самое-самое страшное. Что нейроны мозга наши, которыми мы пользуемся, они выдают нам информацию под влиянием других существ. И я когда это узнал, я вообще понял, что надо срочно каждому человеку, если у него хоть немножко, хоть один нейрон в голове работает, учиться строить энергетическую защиту. Потому что я увидел, что энергетическая защита, она реально работает, и она реально не пускает. И потом постепенно идет изживание вот этих сущностей, которые внутри, и мозг начинает работать сильнее, и нейроны начинают кушаться тебя. Короче, мир многогранен. Это на самом деле так. И ничего с этим не поделаешь. И хорошо, что есть люди, которые пытаются познать этот мир. Это очень здорово. Это просто супер классно. То есть в многогранности этого мира главное не запутаться. Потому что нет ничего хуже, чем начать путать одно с другим. Вот это самое-самое-самое плохое. А если значит мы знаем все, как это устроено, все, как это состоит, тогда и проблем никаких не будет. То есть ни у кого. Надо быть внимательным просто к тому миру, в котором ты живешь, изучать его. За глаза ее хватило вообще. То есть за глаза просто хватило, потому что это ужас. Это ужас. Это кошмар. Я опупел. Честно говоря, я понял, что и моя жизнь после того, как я сейчас людям даю эту информацию под угрозой. Я потому что каждый день выхожу через процессы медитации на общение с разного рода ангельскими системами. Я хочу здесь сказать, почему говорю системами, потому что мы здесь действительно не одни, у миров много, существ много, великое множество на самом деле. Но вот то, что правда было между нами сейчас озвучено, мы должны сами свою жизнь здесь исправлять. Они могут нам где-то подсказки какие-то делать, но за нас они работать не будут. То есть иначе уже все по-другому было. мы посажены в калошу собственным, прошу прощения, дерьмом. А наше дерьмо это наше невежество. И они не будут за нас делать работу по очищению нашего собственного сознания. Если нам самим глубоко наплевать на нашу жизнь, то они просто оставят нас в этом же состоянии, а дальше будет что будет. И я думаю, что ничего хорошего с нами не будет точно. Если мы ничего не будем предпринимать для собственного спасения, а сейчас я вижу, что реально нужно это спасение. А еще нужно понимать, что на земле мы рождаемся постоянно, если ими будет создана вот такая система рабская, даже если мы здесь на земле еще, например, просуществуем даже до конца своей жизни, а им удастся, например, за сто лет сформировать то, что они хотят, то есть создать под землей вот этих зомби, людей-зомби, которые не смогут оттуда вылезти, а где гарантия, что мы не родимся там под землей следующей жизни? То есть эта борьба, она крайне необходима, потому что ну в этой жизни ладно, все смертные, все умрут, но потом-то все равно придется родиться. Если человек родится там, под землей, вот в этих ужасных условиях, вот этим рабом, это катастрофа. Кстати, вот те люди, которые эти бомбоубежища там роют, эти города подземные, они тоже много чего не понимают, потому что сверхсознание делается так, что где ты нагадил, там ты и родишься. И если они собственно создали вот этот подземный мир для наличия, для того, чтобы там рабов содержать, они же сами потом станут рабами, просто они сейчас этого не понимают. Да, сейчас они управляющие, но сколько им еще лет управлять, то есть что, человек долго живет, они помрут потом, родятся там, но они-то там будут об этом сожалеть, но исправить они это уже не смогут. То есть если они уже создадут такие условия, при которых оттуда никто выбраться не может, они же сами там потом будут работать, потом будут страдать, и другие будут страдать, а все, то есть что сделали, то и получили, как говорят, не рой яму другому, сам в нее не попадешь, а роют, так не просто яму, города роют, огромные города роют, это же надо, врут конечно, что за 20 лет они этот гаттарский тоннель построили, нифига там не 20 лет, сейчас такую за месяц наверное прорыть можно, вот, сколько еды туда завалили, сколько одежды, наверняка там, там вообще, там другая цивилизация, поезда другого класса ходят, там вообще летают на этих воздушных подушках в быстрой скорости самолета, то есть там совсем уже другая цивилизация, они же вон на марс-то запускают, это же испытание, может они на самом деле на марс-то никого не заслали, а что происходит, они готовят здесь как раз людей для жизни под землей, а все эти проекты это опять же липа, вот, то есть все делается для того, чтобы туда людей запихнуть, и чтобы они там в этих подземельях и жили, 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 и работали, главное, чтобы на них, а они уже ладно, они вылезут на поверхность, они-то там жить не будут, они-то во власти, их детишки, а их детишки будут на поверхности жить, значит солнышком будут любоваться, птичек слушать, а те придурки, пусть пылью это дышат смрадом зломонным, как на другой планете, то есть вот, вот она разделение планеты и происходит, то есть получается, вот, вот иной порядок, другая, другая жизнь совсем, да, это страшно, если так вот даже просто об этом думать. Я тоже, честно говоря, рад этой встрече и нашему разговору, честно говоря, здесь тоже было непонятно, а какая будет реакция, и страшно, и, ну, оказывается, у страха глаза велики, а если страх преодолеваешь, то, собственно, потом дальше вроде как все намного интереснее, намного лучше, и поэтому людям не надо бояться, да, то есть, ну, мы пионеры, получается, в данном вопросе, это супермиссия, потому что от этого зависит, я так понимаю, не больше, не меньше судьба всего человечества, вот от нашего сейчас разговора того, что будет дальше происходить, действительно, очень многое зависит, и это не выдумки, потому что, потому что, потому, потому что, то, что недоумки взяли власть, недоумки строят красивую для себя жизнь, а потом же, сами же, недоумки откажутся от той грязи, которую они создали для других людей, надо людей ценить, какими бы они ни были, а они не ценят людей, а вот это является тем, почему я, причиной, почему я назвал так недоумками, какой бы человек не был плохой, нужно все равно понимать, что, если ты ему плохо сделаешь, то потом назад тебе вернется в любом случае, в любом случае, если, если как-то еще терпимо, надо все-таки прощать, и если уже нетерпимо, то, конечно, там уже наок может бить, и тем не менее, вот я, например, вижу, у нас причина-то, почему так все плохо, рыба гниет с головы, а где голова, вот люди как скажут сейчас правительство, правительство это не голова, правительство это по-восточному кшатрии, воины, а кто выше кшатриев состоит, брахманы, а кто такие брахманы по-русски, священники, и вот проблема сейчас в том, что нету священников, которые способны видеть, что происходит на тонком плане, они в Бухарии, я собственно сам в свое время провел в епархии достаточно много времени православной, я прекрасно видел, что там за священники, я прекрасно видел, какие они алкоголики, я прекрасно видел, как они жрут мясо, и делают много чего, о чем даже и говорить не стоит, фактически ни у кого нету ясновидения, естественно, я оттуда ушел, потому что я глубоко верующий духовный человек, и делать мне там было нечего среди таких людей, и тем не менее, священство, оно должно быть впереди планеты всей, именно духовные люди должны говорить тем, кто не открыл еще этого третьего глаза, что происходит на тонком плане, нету таких людей, вот откуда проблема сейчас на Земле идет, никто ничего сказать толком не может, это беда, а ведь в свое время и я, собственно, не обладал никаким ясновидением, просто есть техники, есть реальные практики, которые приводят к этому, то есть ясновидящим оказывается не рождаются, ясновидящим оказывается становятся, если бы люди нашлись, которые... я без практик, я просто вот таким родился, согласен, значит тогда и рождаются, и становятся, тогда сделаем компромисс, то есть есть люди, действительно, которым повезло, а есть, которым, ну вот, пришлось трудиться, вот, это я пример такой, и тем не менее, результат будет такой, что и те, и другие будут видеть, но надо, чтобы видели, как можно больше людей, чтобы, ну как, спектр зрения, ну чтобы много света глазами видеть, а где инфракрасный диапазон, а где ультрафиолет, а где другие, и тем не менее, а почему, например, спецслужбы работают против нас, почему нам не показывают, что в инфракрасном диапазоне происходит, а ведь огромное количество звезд сейчас на небе светит в инфракрасном диапазоне, и есть очень близкие звезды к нам, почему нам об этом никто не говорит, а ну накоп этих боятся, про которых уже там все уши прожужжали, а ну накоп боятся, на самом деле это так, но кроме анунаков, там еще куча всяких инопланетных тварей достаточно, а что бояться-то, ну то есть, все равно жизнь короткая, все равно так и так и поврешь, что бояться, правильно, бояться, то есть, смысла никакого нет, то есть, людей отстреливают, то есть, это что, зачем он самый последний ролик выложил подобного содержания в ютуб, типа предупреждает, что ребята, будете брекаться, и к вам придут, вас отстреляют, а я вам всем, ну я людям там теперь уже обращаюсь, хочу сказать, отстреливать будут в любом случае, не важно, что ты делаешь, если ты хоть пару извилин в голове имеешь, придет такое время, будут отстреливать всех подряд, поэтому если, например, люди и так же ничего не будут подпринимать, чтобы защитить себя, они постепенно, постепенно так на тот свет уйдут, и все, поэтому здесь сейчас, либо мы отстаиваем свои права, я имею ввиду разумные люди, либо все в руках вот этих безумных тварей и остается, и эти безумные твари, они свои планы в любом случае осуществят, потому как сейчас за деньги все можно купить, все можно продать, и покупается, все продается, и вот это страшно, а ведь какое количество людей роет эти туннели, и ведь им под запретом говорить, что там сколько они нарыли, а там какие огромные километражи, тоже за деньги, органы сейчас продаются свободно за деньги, пересаживаются, кровь продается, лимфа продается, плацента продается, то есть получается, мясо, ладно, животных мало уже есть, сейчас начинают человечество питаться, но в каком завуалированном виде, то есть через посредства новых технологий, значит, жрут, короче, уже людишки, людишек, а и при этом не задумываются, что есть даже такая болезнь, называется берибери, то есть это когда скушал кого-то, или вколол себе инъекцию, и часть мозгов лишился, почему, потому что там конвульсии, если в яркой форме начинаются у таких людей, которые человечество питается, почему, потому что у другого человека тоже сила сознания велика, и с теми клетками ДНК уже тоже связан, которые вот его организму принадлежат, если человеку вкололи ДНК другого человека, то того человека сознание обязательно будет начинать войну, конфликтовать, и человек рано или поздно становится жизопренником, то есть почему нельзя есть человечество, потому что это все приводит к шизофрении, а сейчас новые технологии переливания чужой крови, я кстати вот в свое время был кстати очень недоволен действиями иеговистов, их наглостью, когда они прям там врываются в дома, там свою веру толкают, типа надо вам там служить, непонятно кому, непонятно зачем, вот, и тем не менее, то что они говорят насчет переливания крови, я с ними согласен, потому что и чужая кровь, и чужое мясо даже, и то не шибко это полезное есть, почему, потому что вместе с даже мясо животного, ну ладно там у животного нету человеческого сознания, на уровне мозга он не будет конкурировать, но на уровне других-то структур, будет на уровне мозжечка он будет конкурировать, то есть поэтому вот еще причина, почему лучше не кушать мясо, потому что и вечная будет конкуренция, ДНК оно все равно полностью не растворяется, не разлагается, не переваривается, все равно будет зашлаковка, все равно эти клетки чужеродные будут где-то откладываться. И то душа того животного, она так или иначе будет тогда иметь доступ уже к человеческому организму. Так что это все чревато. С одной стороны, некоторые боятся, кстати, изменять свой вид жизни, стиль жизни, отказаться от мяса. На самом деле очень трудно, очень трудно. А с другой стороны, ну посмотрите на примеры, как люди живут, которые отказались от мяса. Нормально живут, никаких проблем нет. То есть надо просто переадаптироваться и все. И вот, я же про мясо-то говорю, то есть человечины теперь начинают питаться уже, человечина, все уже, это уже конец. То есть это действительно, те люди, которые будут человечину жать, это уже отморозки. Они реально безмозглыми будут. Совершенно. Не контролировать будут свои действия. А как говорят, сил есть ума не надо. Деньги есть, значит, получается, власть есть, значит, тоже ума не надо. Потому что, почему в открытую все идет? Почему идет все в открытую? Потому что тот, кто запускает эти проекты, тоже не очень умен. Иначе бы он не стал бы в открытую все запускать. Что он думает, что люди сейчас совсем никак не отреагируют? А люди отреагируют. Они все равно отреагируют, потому что это очень страшно. Соответственно, тот, кто это сделал, тот, кто в открытую все это сделал, он далеко не умен. И в этом есть надежда на то, что мы сможем хоть что-то предпринять. Потому что если они не очень умные, значит можно с ними что-то сделать. Богатый – да, власть имеет – да, но ума у них походу не очень много. Значит можно, можно что-то предпринять. Ну а если уже, извините, найдутся люди, которые умеют в астральные путешествия выходить, ну тогда начнется что? Астральная война. То есть ладно, скажем, мы оружия и своего собственного физического не имеем, деньгами сделать мы ничего не можем. Ну а на тонком плане в принципе можно повоевать. А почему бы нет? Собственно у них, конечно, свои солдаты потом появятся, а они сейчас собственно есть. Я это знаю, как это наем происходит людей. Сейчас есть технические приборы, садишься на стул, он как бы облучает тебя определенными волнами, и ты сам выходишь в этот астрал, и ты можешь там проводить военное дежурство. У них спецслужбы даже есть по выходу в астральное измерение и ведение там коровольной службы. И тем не менее, ну что, если человек неподготовленный, ну вышел он туда, его там легко, можно честно говоря, нокаутировать. Особенно если ты действительно получаешь поддержку свыше. И я так по ходу вижу, что без этих астральных войн уже не обойтись. То есть ладно, скажем, здесь на земле физически мы проиграли. Все. Это уже очевидно, что мы физически ничего не сможем сделать. И оружия у нас действительно такого нет. Да и если даже было бы. Ну что, атомная война и всем конец. А вот астральные войны, это да. То есть астральные удары, они могут наноситься очень сильно. Я воевал, в конце концов, в астрале с этим гадом. Не знаю, победил, не победил, честно говоря, но видно, что он немножко приуныл там после моих нападений. Потому что я знаю, что если кто-то там начинает вот так себя проявлять, его надо тут же гасить. Вот. То есть я на самом деле человек не из таких, что добрячки. То есть если на меня кто-то нападает, я потом начинаю нападать первым. Ну вторым. Но нападать так, что потом уже до конца. Если на меня кто-то напал, я не останавливаюсь. Я буду бить до конца, пока не задавлю там. Буду десятилетиями бить, долбать вот эту точку, но задавлю в любом случае. Потому что я знаю, что если такого не делать, то это все будет оставаться безнаказанным. И эти хиллеры, и сатанисты, они надеются на то, что просто люди все слабые. Нифига подобного. Нифига подобного слабые, не слабые, есть и сильные. Главное собраться. Главное собраться, чуть-чуть потренироваться и, как говорят, в бой. Вот тогда будет надежда на успех. Вот тогда реально можно что-то сделать. Действительно много уровней. И вот каждый на своем месте находится. Но надо собираться. То есть, надо нашего брата это выискивать. Надо, чтобы открикались. Надо, чтобы тоже начинали работу. Я ведь практику сделал, изобрел, можно так сказать, сделал. Создал. ЛДС называется по очистке каналов меридианов. А там она настолько простейшая, что любой может, собственно, выполнять. Для чего? Ну, чтобы сила была. Потому что атакуют со всех сторон. А главное, что такое каналы меридиана? Это как сосуды. Закупорен сосуд, энергия не идет, все, органы перестуют работать, чакры выключаются. А если каналы меридианы начинаешь чистить, если сделать, то надо, надо не лениться. Надо хоть что-то делать. Надо это все изучать. Нужно, чтобы кто-то преподавал это все дело. Ну, я же не могу один. Нужны союзники, соратники нужны. Да-да, ну вот и замечательно, что созвонякались, будем на волне. Ладно, еще раз благодарю. Я думаю, на этом сегодня пока надо заканчивать. А потом, если будет у нас возможность, я бы с удовольствием продолжил наше общение. Вот с величайшим удовольствием, вот, положа руку, Настя. Ну, ладушки, да, Жень, был рад тебя слышать. Жму тебе руку, это, повоюем. Все только начинается. Все. Хорошо, ладно, тогда до встречи. Пока. Пока. Пока.